Почему вы, например, в жизни смогли стать очень известным человеком, заработать много денег, а кто-то, скажем так, потрачит за 100 тысяч рублей, и ему они даются невероятно просто тяжело? И я вот увидел этот вопрос, я его прям записал, потому что... И вот сейчас как будто бы вы правильный человек, кому этот вопрос можно адресовать. Как вы думаете? Ну, смотрите, потому что большие состояния даются от Всевышнего. Первое. Русские говорят, трудом праведным не наживёшь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несёшь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего. Да. Когда ты... Когда самолёт слишком сильно взресёт. Или там кто-то из родственников. Да. И в состоянии терпения ты уповаешь на него. Когда ты переносишься невзгодой, ты уповаешь на него. Два только случая, когда человек упывает на Всевышнего. И Всевышний тогда даёт благо. Поэтому это с одной стороны. Как распределяются блага? Благо распределяется против твоего терпения и против риска, который ты берёшь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. Дальше идём. Теперь ты говоришь, почему не получается. Ещё один момент есть. Дело в том, что... Помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира? Детское убеждение. Детское убеждение. Он смотрит, отец в шесть уходит на работу, вечером в десять приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее. И мать говорит, тише, тише. Отец спать будет. Он с таким трудом нам зарабатывает деньги. И тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая. Вот это сделаем, провернём, вот это заработаем, там, пятьдесят на пятьдесят. Ты говоришь, нет, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких лёгких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все лёгкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет.